Девочка-пай 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 Мы пригласили и поэтов, писателей, клуб Троянда, основу которого составляют женщины-ветераны Криворож Сталин. Мы сегодня узнали очень много интересного о том, как они трудились. Многие из них отмечены грамотами, медалями, знаками, памятными, подарками. Очень важно сохранить это все для будущих потомков, потому что если мы это не сохраним, то, к сожалению, мы потеряем пласт информации, который сейчас есть. Криворожский хронограф действует на базе библиотеки номер 3. Очень рад, что у нас тесное сотрудничество происходит с заведующей Верой Васильевной, которая своим гостеприимством, своим радушием и, самое главное, профессиональному отношению к любым нашим мероприятиям. Мы делаем на хорошем уровне и рады, что у нас всегда полная зал и нет свободных мест. Я так понимаю, что это продолжение в этом направлении. Выставки, тематика относится истории комбината. И если мы говорим, это и открытие нового сезона, заседания. Ну да, у нас был небольшой перерыв летний, то мы этим персональной выставкой и сегодняшним нашим заседанием мы продолжили сохранять историю комбината, вспоминать о том, как трудились люди. Подальши планы, вот, самое, если говорим про клуб Криворожский хронограф, что до конца этого года плануется наступное заседание, на которое уже запросили, это 17 вересня. Яка его тематика и кого мы запрошуем? Все знания в книгах, а знания в библиотеках. А мероприятие будет приурочено к дню библиотек, потому что 30 сентября отмечается День библиотеки. Но, что немаловажно, в сентябре в библиотеке будет 70 лет. Это третья доросла библиотека. Да, немаловажно факт, что у нас будет прекрасная возможность поздравить друг друга. Мы приглашаем также тех читателей, которые давно уже ходят в эту библиотеку, членов клуба, чтобы они пришли на это знаменательное событие. К тому же, там мы планируем сделать подарки, вручение грамот активным участникам нашего клуба. У нас будет мероприятие, посвященное Александру Полю. Мы тоже планируем легенды Криворожья. И в конце года будет знаменательная дата Долгинсенскому району, к которому мы непосредственно уделим особое внимание, потому что тоже один раз в жизни бывает. Мы сосредоточимся во внимании, что интересно было в истории нашего района. Кстати, он самый молодой, как вы знаете, из всех районов города. И мы хотим это сделать наилучшим образом, тем более, что большинство людей, и в том числе я, мы все выходцы из Долгинсена. То есть, мы отзначаем таким школой, можно сказать, долучаемся до отзначения. 85-летие завода и 40-летие Долгинсенского района. Даже у нас так в планах, так думаем, по выставке сделать небольшую брошюру. В планах показать, чтобы люди увидели и значки, и медали, и конверты, если это все получится. А по Долгинсенскому тоже сделать маленький буклетик, возможно, тоже интересные факты из жизни района. И запрошуете вы на эти встречи всех городян, кто может долучиться, дизнаться, как на вас выходить. Это Доросла библиотека номер 3, правильно, на соцместе. И, безусловно, Криворизский хронограф. Мы знаем, что его страница, интересная информация, все, что касается краезнавства, истории в интернете у нас. Трошечки расскажите еще про эту работу. Ну да, библиотека находится по улице Каминского, 28. Напомню, что это библиотека-филиал для взрослых номер 3. Наши встречи проходят каждый месяц в читальном зале. Мы приглашаем всех читателей в оповещение через абонемент. А также, благодаря интернету, я во все социальные группы, которые есть и имеющие отношение к нашему городу рассылаю. Есть сайт Криворожской ведомости, есть группа Криворожской ведомости, благодаря которым люди тоже узнают информацию. Приглашаем всех, кому интересно. Но, к сожалению, за погоду или каких-то ненастных условий, может быть, с работой, многие не всегда бывают на наших мероприятиях. Но мы стараемся подстраиваться, стараемся изменять форму. И, что немаловажно, у нас в этом году еще хорошее мероприятие. Два года как нашему клубу, то мы тоже в октябре приглашаем всех тех, кто с нами начинал. Приглашаем телерадиокомпанию «Рудана», которая тесно с нами сотрудничает, в частности Надежда Шевченко и всех тех журналистов, которые приходили, чтобы еще раз вспомнить все, что было связано с нашим клубом. Нам тоже залюбкицы подобаются и встречи с вами. Вот, если мы говорим еще сегодня, вы грунтовно подошли, ретельная работа была и Вірою Васильевною проведена. Но она сегодня анализовала «Червоный герник», так, там, починаючи с далеких еще там, роков, когда только разбудовался комбинат. Вот, если сказать как-то ваши думки, я так понимаю, что ностальгия за комбинатом у всех есть. С одного боку, городяни и «Криворюсталь» – это что-то колишнее «Криворюсталь», так, Арселор Міттл сьогодні. На сегодня «Криворюг» – это очень родное, потому что много, действительно, и династей, и много, кто працюет на этом заводе, без него никак. Из-за другого, десь, ностальгия за историю. Сьогодні ветерани, для них это особо такая память. Ваши думки стосовно сучасности, может, и тих лет, может, вы анализовали, какие лет были, может, такого «Росквита», какие думки, может, статьи, вот эти все джерела, которые вы выбрали, что вы можете сказать? Если брать наш клуб, то основная его задача – сохранить историю людей, предприятий, все, что связано с нашим городом. Если брать за основу «Криворюсталь», то сегодня Вера Васильевна, заведующая библиотекой эконометрии, нам показывала, как история сохранена завода с помощью печатных изданий, таких как «Металлург», «Червоный гирник». Что поразило? То, что раньше, когда открываешь газету, особенно в 60-70-е годы и до 2000-х годов, очень много информации о заводе, потому что что-то открывалось, что-то строилось, что-то выплавлялось, добывалось. Завод признавали лучшим, новые технологии, новые возможности, которые открывались перед «Металлургами», «Горняками». То этого, к сожалению, сейчас очень мало, да, мы понимаем, все меняет в жизни. Но если мы хотим сохранить память, то коллекционеры сохраняют с помощью значков, медалей и всевозможных артефактов, а библиотекарей, спасибо им, что они сохраняют историю комбината, сохраняя газеты, газетные вырезки. Вера Васильевна провели колоссальный труд, связанный с тем, что про первого директора, про Вестника, они собрали всю информацию, которая есть у них в библиотеке, что-то было взято с интернета, но они сделали библиографический указатель и Вестник. То есть любой желающий, интересующийся заводом «Криворосталь», может прийти и почитать, ознакомиться, ну и найти ту или иную публикацию. Поражает то, что сейчас при возможности интернета, к сожалению, не все можно найти в интернете. Основная информация еще сохранена в книгах, и очень радостно, что в третьей библиотеке есть много краеведческой литературы, мы по возможности все оцифровываем, тоже передаем фонд нашего клуба, чтобы любой желающий мог пользоваться информацией из брошюры или газеты. Давайте нагадаем еще вот про интернет, джерела, если касательно вашего клуба, есть сторинка и в Фейсбуке, и «Криворостальский хронограф». Страница в интернете, вернее, в социальных сетях, это одноклассники, ВКонтакте и в Фейсбуке, то идет непосредственно оповещение, если какое-то мероприятие, мы заранее делаем афишу, заранее всем друзьям, которые у меня есть, и рассылаю, стараюсь приглашать тех людей, кому это интересно. Мы используем все возможности интернета в планах, у нас даже в уставе клуба разработка сайта нашего клуба «Криворостский хронограф». Ну, учитывая, что я занят во многих других волонтерских проектах, и в частности, в своих сайтах, в своих разрабатывах, то пока мы отставили на второй план. Но у нас по каждой встрече ведется протокол, ведется все описание, благодаря Бережной Зое, которая является секретарем, и она скрупулезно все это собирает, оформляет протокол. Можно просмотреть всю историю нашего клуба за два года, в октябре. Сбирает, это такой архив, можно сказать. Да, ну, в планах даже была такая идея, чтобы потом по, как говорят, материалам наших встреч сделать небольшие брошюры, буклеты, но, опять же, все упирается в финансовую точку зрения, что нужно постоянно финансы, то разработки ведутся, возможно, будет в электронном варианте. Стосовно брошюр, раньше они были, коллекционер мы знаем. Да, коллекционер Кривбаса мы выпускаем, да, уже вышло три. Сейчас мы после небольшого перерыва разрабатываем четвертый, пятый номер, в принципе, четвертый уже, ну, как сверстали, а пятый мы... Это не тоже присвяченный комбинату? Нет, это все будет присвячено горной металлургии, все, что связано с горными разработками, это шахты, это горнякам, это четвертый номер. А пятый номер мы посвятили 70-летию освобождения Украины от немецко-гашистских захватчиков. То есть мы не просто перепишем, как бы, историю, да, как бы, берем с источников интернета, с книг, а мы хотим на основании проверенных исторических фактов проиллюстрировать это все с помощью конвертов, монет, значков и так далее. Что касается монет по Криворостали, их в природе не существует. Всего существует одна памятная монета, на которой изображен памятник Монумент Победы, выпущен в России. К сожалению, до сих пор история нашего города, неважно, там, горняка или металлурга, известного ли геолога, не увековечена в монетах Украины. Очень жаль, конечно, хотелось бы, чтобы это все было, хотя от общества Криворостских коллекционеров мы направляли письма в Национальный банк, о том, чтобы хоть как-то образом обратили внимание на нажоры. То есть вопросы эти были? Ну, были, да. Но, к сожалению, сейчас все решает коммерция, какие-то новые веяния. Про монеты, про так, артефакты, так скажем, все, что с комбинатом связаны. Это где-то приблизительно, где закинчивается оця эра, так скажем, того, что было нагороды різные, там, медали, вот. Сейчас этого почти нет, коллекции не пополняются сучасными. Я, допустим, могу так сказать, что история комбината идет 4 августа 1934 года. Получается, с того момента вот можно отталкиваться, и если есть у кого-то там фотографии, какие-то документы, воспоминания, газеты, посвященные там первому чугуну, там, открытию девятой домной, то люди таким образом собирали. Но все это в узких, скажем так, масштабах, потому что человек конкретно собирает то, что ему удалось найти. Или же ему вручали, или просто нашлось случайно. Коллекционеры, они, как правило, взрываются в библиотеки, в музеи, встречаются с другими людьми, стараются это все собрать. А, к сожалению, обратил такое внимание на то, что в советское время было очень много выпущено изначков, особенно настольных медалей, посвященных различным цехам. То, если так, навскидку сказать, у меня 5 или 6 медалей, имеющие отношение с Эрлор Миттал, это, к сожалению, ни о чем не сказать, потому что больше 100 медалей только по одному Криворостале, посвященную. То, к сожалению, нет, есть значки, есть нагрудные значки, подвесные значки, есть медали подвесные на подвеске. А вот именно настольных, как раньше, как завод, из щегуна, с бронзой, знаете, вот когда доменная печь, там, столько-то выплавила сталь, раз, это, знаю, 45 лет такому-то району. Вот это все сохранено, а современный нет. И, к сожалению, вот на сегодняшний день я пока еще не видел, не встретил что-нибудь, имеющее отношение к 85-летию завода, будь то значок, пригласительный, или медаль, или буклет. Возможно, впоследствии люди, зная моих увлечения, как-то свяжутся со мной. То есть, коллекция, ты готовый пополнивать? А, ну, естественно, если работать над этим, то уже мы сейчас рассматриваем тему о том, что 90-летний за горами, поэтому сейчас тоже начинается дальнейшее развитие. Но сейчас основное внимание уже переключилось на третью выставку. От ЕГОКа до СЕГОКа будет посвящено 5 ГОКам Кребаса, в частности, даже одно Криворожский горнобогатительный комбинат, который вошел в состав КМК. То есть, работа ведется, осталось, как говорится, найти спонсоров и поддержку, и все будет хорошо. И Криворожане увидят с интересом те выставки. И пользуясь случаем, хочу пригласить всех историко-кровический музей на выставку, которую мы посвящили заводу. Я думаю, будет им очень интересно. До какого вона триватимет? Десь до вересня месяца? Ну, она будет действовать, как заверила мне руководство музея, до 1 октября. То есть, еще есть время посетить, поэтому приглашаю, приходите, смотрите. Там, если есть какие-то вопросы или пожелания, или сотрудничество, был бы рад и помочь, и получить какую-то информацию. Что касается по медалям, для меня очень интересный момент, когда вручали, кому вручали, где бы это можно прочитать, потому что не все писалось в газетах, а тем более в архивке МК, у них, к сожалению, нет доступа. Я дякую, Вікторе, вам за разговор. Это был организатор осередки клуба, так скажемо, при третьей дорослой библиотеке Криворізький хронограф, Віктор Петренко. Обовязково ще с тобою матимемо разговоры, много планов, чтобы все вдавалось материальной поддержкой. Будем надеяться на дальнейшее сотрудничество. Пользуясь своим случаем, еще раз приглашаю нам в клуб и на выставку музея. Спасибо за внимание. Это была Надя Шевченко и рубрика «Не забудьте» с Виктором Петренко. Подяка за внимание и увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok